Каждый третий на территории Республики Тыван за чертой бедности, более того, без работы. Соросшие поля Бурьяна. Отсутствие дорог. Едешь по Пехемскому району, Хаден, Тарлак, дороги нету. В тот же вообще история умалчивает. Дороги как не было, так и нет. И так в каждом районе, в большинстве районов, отсутствие дорог. Нам опять-то наобещают безопасные дороги, проект даже есть такой, у Единой России. Так скажите, что мешало сделать эти безопасные дороги? Перед выборами мы опять слышим миллионы рабочих мест, миллионы различных доходов и прочие-прочие моменты. А народ, влачить жалко существования, богатеют олигархи и чиновники. Частенько слышим более того, различные коррупционные скандалы. Причем поголовно везде, в любом регионе. А что касательно оппозиции? Оппозицию зажимают. Подводят под различные статьи, экстремизм и прочие-прочие моменты. Николай Бондаренко ему вменяют за якобы экстремистский ролик. Не знаю, что там экстремистского, когда Единая Россия никогда ничего не выполняет. Ну, пытаются вменить экстремизм. Как сам Николай Бондаренко говорит, ролик был размещен в одном году, закон вышел в другом. Закон обратной силы не имеет. А где, вы спросите, что за Николай Бондаренко? Где он идет? Саратовская область. Оттуда родом председатель Государственной Думы, господин, товарищ, кому как удобнее, Володин. Все это неспроста. А что происходит лидером движения за новый социализм Николай Николаевичем Платошкиным? Ему вменяют ту же самую статью. Экстремизм. На сегодняшний день ему запретили выезжать с той территории, в которой он проживает. А Павел Николаевич Гурдинин по левым, кривым документам, без печати. Более-то вообще какая-то ксерокопия перевода. Его не допускают на выборы в Государственную Думу. Но мы знаем, какая у нас судебная система. Она судит так, как выгодно на верхушке, во власти. А кто всем этим заведует? Единая Россия. Мы действительно хотим изменить ситуацию. Мы не занимаемся популизмом в виде того, что красим именно перед выборами какие-то горки, какие-то заборчики с зеленой краской. Мы работаем изо дня в день. Нужна помощь ветеранам. Вот сейчас период пандемии. Мы едем к ветеранам, покупаем продукты, помогаем. Но мы не занимаемся этим всем только в угоду выборов. Мы занимаемся изо дня в день. Занимаемся развитием спорта. Футбол, шахматы и другие направления спортивные. И руководители шахматных клубов вынуждены собирать с миру по нитке. Единой России тут нету. Но зато обещания, обещания и обещания от Единой России мы видим. А какая цензура? Вот я недавно столкнулся сам с этим. Буквально вчера. ГТК ТВ выложила. Все нормально. Но от УВА-24 почему-то его принято называть губернаторским каналом. А вот там представители КПРФ молодого перспективного коммуниста замазали. Такая капелька. Как раз где эмблема коммунистической партии. Просто остается открытым. А что с баннерами? Вот вы видели хоть один баннер КПРФ. КПРФ нету их. Под любым предлогом было отказано. Вот что мы слышим. 19 сентября пройдут выборы. Выборы в Государственную Думу. Выборы главы региона. Призываю всех, кто смотрит это видео. Ну во-первых, поделиться, оставить комментарии и ставить лайки. А также записываться в команду наблюдателей. Если ты, да, ты, ты и ты готов отстаивать результат и будущее своей республики, Своей страны, то записывайся в наблюдателей от КПРФ. Мы прорвем информационную блокаду. И тотальные фальсификации выборов не допустим. Мы будем поднимать любое нарушение до федерального уровня. В ЦИК. Рассылать различные факты нарушения во все СМИ. Мы будем добиваться честных и справедливых выборов. Борите за свои права. С вами был Денис Аплай. Рассылать. С вами был Денис Аплай. Рассылать.